Всем привет, мои хорошие! С вами Акемили и сегодня у нас с вами тирамису. Его не было никогда за историю моего канала. Я увидела в магазине, что я решила сделать, проконсультироваться со своими подписчиками, сняла историю, выложила и прям все начали писать. Конечно, Айка, бери обязательно, давай! Мы тоже любим тирамису. Еще взяла вот такую вот, такие чипсы, Хлэйс, новинка. Я понимаю, это не сочетается, но для меня нормуль. Он просто огромный, это, конечно, не на одного человека, поэтому, скорее всего, я все съесть не смогу. Так что готовлю вас к тому, что я не доем, ребят. Так, давайте приступим. Не пробовала в этом формате, пробовала в ресторанах. Ммм! Ммм! Очень нежно, очень вкусно. Это прям нечто. Стоило такое 10 монат. Это что-то в районе 430 рублей. Я могу спокойно работать в эксченджи. Я так часто перевожу валюту, что спокойно вы меня можете взять, работать где-то в банке. Я в голове сразу меняю. Всегда у нас так и дома. Например, папа хочет перевести валюту, например, в доллар. И сразу такое. Айка, сколько там будет? Или, например, кричит через всю квартиру. Айка, сколько там будет? А иногда бывает, он переводит не в рубль, не в доллар, понимаете? А переводит, например, на казахские деньги или в гривны. А я-то не знаю. И он такой сразу. Так ты в универе училась на экономиста? За что мы платили деньги такие, а? Тебя там нифига не научили ничему. Куда пошло наше миллиардное состояние? Особенно, знаете, прям парадоксально бывает в тот момент, когда папа открывает какой-то сайт со законами Америки. Он мне очень увлекается политикой. И такой, Айка, переведи. А там в формате просто фотографии. Как я это переведу? Там такие термины. Которые мне даже не снились, понимаете? И туда папы начинаются. Ты сколько по репетиторам ходила по английскому? Что ты обычный текст не можешь перевести? Я, короче, стала хитрее и умнее. Я просто беру и все это отправляю своему парню. И он переводит. И говорит мне, про что здесь говорится. Я такая, папа, минуточка, мне нужно, чтобы перевести. Я сейчас возьму этот текст, пойду в свою комнату, переведу и принесу тебе. И он такой, да, да, да. У тебя 15 минут. Мой парень быстренько это переводит. Ему легко, потому что он учился на английском языке. И все эти термины он знает на английском. Лучше, чем на азербайджанском. И вот так вот решается наша проблема. В миг просто. Очень классно идет именно с чипсами. Жду хейт. Так что вот так вот вам лайфхак. А еще. Раньше была такая тема, папа уже по-английски не знает. И папа приходил такой. Говорю, лайка, как сказать, налей мне чашечку чая. Я такая, знаете, с ошибками. Эка, пофти, там, что-то, да. Наяриваю. И он такой, молодец, учишься. Да ты уже по-английски говоришь. Я говорю, да. Я такая неспособная вообще. Можно даже уже переходить на китайский. Уже английский выучила. Мне очень нравится у людей, которые учились за границей. Например, моего парня. Когда он говорит на английском. У тебя такое ощущение, что говорит какой-то американец. Да, вот настолько нету акцента. Ну, как только этот же человек начинает говорить по-русски. И это прям ужас, да. И такое ощущение, что какой-то иностранец, африканец говорит по-русски. То есть, одно дело, кавказский акцент. Там появляется, Аллах, да нет, не знаю. Вот такие вещи, да, появляются. Я борюсь с этим. Я борюсь, чтобы у меня не появился этот акцент. Хотя он появляется. Сказка. Просто сказка. В общем, ребят, вам лайфхаки. Причем папа отправил меня к репезидеру. И после первого урока сразу такой говорит. Ну, что ты нового узнала? Я такая, ничего, буквы пока что узнала. А что ты до этого буквы не знала? Откуда мне их знать? Люди, которые пишут, Айка, почему ты в названии пишешь АСМР? АСМР это когда шепотом. Нет, ребят, АСМР это когда слышен хруст еды. Когда слышен хруст, я пишу АСМР. АСМР это не обязательно шепотом. Они просто специально говорят шепотом. Вы просто не знаете тонкости. Если она будет говорить во весь голос, микрофон не будет записывать этот хруст настолько четко. Там перепад звука получается. Чтобы вы услышали этот хруст, она вынуждена говорить шепотом. Там же такой прям хруст, как будто трактор проехался. Понимаете, это специально делается. А люди знают, не знают, пишут. Зашла к одной начинающей мукпанкерши. И там ей в комментариях один умник пишет. Да ты что съела-то? Две котлетки и чуть-чуть пюрешки? Это не мукпанк. Мукпанк, когда много еды ешь. Нет, ребят. Если человек взял микрофон и поет, это значит, что человек певица. Если она ведет передачу, это значит, что она ведущая. Если человек ставит перед собой камеру и снимает видео, значит он блогер. А если человек кушает и снимает, как он кушает, это как раз-таки мукпанк. Если он не разговаривает в процессе этого, то это АСМР. И слышен хруст. А если нет, то это просто мукпанк. Ой, 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 ой. Че ж ты перевернулся? Вкусно, тихо. Поэтому не люблю красную помаду. Вот так вот она стирается. Но самое главное, я накрасила красную помаду именно для тиктоков, чтобы поснимать видео. Чтобы как-то поменять образ. А то все одно и то же, одно и то же. Ой. Очень сладкий. Но знаете, именно вкусно сладкий. Еще бы сюда ягоды какие-то. Я что-то не подумала. Я всегда, когда завтракаю, беру, ставлю джем. Намазываю на хлеб. Оп, пошел первый. Потом у меня идет бутерброд с сыром. Потом опять я чередую. И так очень вкусно. Попробуйте. Айка, скажи, пожалуйста, тебя узнают люди на улице. Да. Не всегда, конечно, но иногда узнают. Соседи некоторые знают. Некоторые не прям подходят, а потом пишут мне, что Айка, я увидела тебя там-то, там-то. Я была очень удивлена. Один раз мою маму узнали. Я просто настолько была в шоке, потому что мама присутствует, по-моему, только в одном видео. То она там немножко с другой прической, с другим макияжем. Сейчас у меня немножко другая прическа собирает волосы. Я была шокирована тем моментом, что мамы узнали. Причем, знаете, меня всегда узнают, когда я в очень плохом виде. Я ужасно выгляжу. Я с ужасным макияжем. Вот тогда меня обязательно узнают. Закон подлости. Хорошо накрашена, прилично одета. Никто никогда не узнает. Недавно я была на дне рождения. И там, можно сказать, меня никто не знает. Не знает, что я мог банки снимать и так далее. И мы что-то сели за стол и начали заказывать там. День рождения как раз-таки состоялся в том, что не прям накрытый стол, а мы все пришли, и каждый заказал то, что он хочет. Или она. Кто что хочет, то и заказали. Куда ты? Ты от меня не уйдешь. Ну что ты, а? А девчонки там начали. Давайте суши, давайте суши. Я такая говорю, мне уже настолько суши надоели. Я говорю, я чуть ли не каждые три дня их ем. И одна девочка такая, ой, сколько понтов. Ты каждый день типа суши ешь. Я такая промолчала. Но мне внутри, в душе, да, как-то смешно стало, что зачем мне понтоваться этим? И неужели это понт, что я каждый день ем суши, да? Но вы сами знаете, вы все мои свидетели, что я почти каждый день суши ем. Через день, ну пусть будет через день. Мне даже не обидели ее слова. Это было настолько забавно. Наверное, мне тоже со стороны, если бы кто-то сказал. Ой, я суши каждый день ем. Мне показалось, ой, понтов-то сколько курица. Строится всякого. Марина задает. А Гарда Марин. Лин. Только написано. Как ты относишься к фильмам ужасов или к таким праздникам, как Хэллоуин? Хэллоуин я никогда не праздновала, если честно. И у меня нету какого-то отношения. Но фильмы ужаса я очень люблю. Ну, как вы знаете, я лунатик. После того, как я смотрю какой-то фильм ужасов, мне потом снится какая-то фигня. Я начинаю ходить по дому. На меня это как-то подсознательно влияет. Наверное, не знаю почему и с чем это связано. После этого я перестала как бы смотреть вообще такие страшные фильмы. Вот. Но я обожаю. Мне очень нравится. Чай закончился, так и знала. Бондичка есть здесь. Здесь на тарелке тирамису выглядит очень маленьким. Но вы у меня в инстаграме видели упаковку, что реально он очень большой. Я реально уже прям наелась, но хочу доесть до конца. Все, ребята, на этом все было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм. Что я покупаю, что собираюсь снимать, советую с вами. Так что обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет внизу. А если вы еще кушаете, вам приятного аппетита, удачного дня. Всем пока.